Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с человеком, который уже вам знаком. Он нам когда-то рассказывал о том, почему именно финский металл был выбран для рельсов и путевой структуры SkyWay. Итак, наш гость сегодня Юрий Алексеевич Кощук, главный конструктор управления инфраструктурой. Очень сложная должность оснастки и испытательного оборудования закрытого акционерного общества струнные технологии. Добрый день, Юрий Алексеевич. Добрый день. Всем уже известно, что основное дело, которым занят коллектив нашего закрытого акционерного общества, это выставка Иннотранс-2016 в Берлине. Тем не менее, нам нужно рассказать нашим зрителям, что и работы в других направлениях по созданию технологий, по строительству технопарка, подготовке к испытаниям и сертификации также продолжается. Никто лучше вас с этой задачей не справится. Мы просто уверены. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, расскажите, в каком состоянии находится сейчас эта работа? Ну, в двух словах. На сегодняшний день выполнен достаточно большой объем металлоконструкции. То есть, это речь идет о непосредственно самой путевой структуре, ее элементах, которые в последующем превратятся в путевую структуру, как и оснастки. То есть, мы имеем сейчас на сегодняшний день достаточно большой, скажем так, изготовленных, ну, объем изготовленных вот этих всех изделий. Происходит приемка. В частности, завтра планируется приемка на территории компании строить техмонтаж анкерных опор, необходимых для монтажа так называемой провисающей путевой структуры. Это, ну, легкая путевая структура, вторая линия, которая у нас на Экотехнопарке представляет собой замкнутую, как бы, трассу, состоящую из такой вот провисающей, как бы, как мы называем, путевой структуры, так и так называемого полужесткого рельса. Полужесткий рельс, элементы полужесткого рельса выполняются, изготавливаются на компании «Стройтехпрогресс». Возможно, ну, уже достаточно быстро они изготовят эти элементы, они будут готовы к монтажу. На следующей неделе планируется, опять же, приемка элементов, рельсового элемента провисающей структуры, это в Австрии будет происходить, на территории компании, если правильно назову, по-моему, «Веслер». Непосредственно на полигоне уже в Марьиной горке начинают подготовку к монтажным работам, то есть расстановка тех необходимых каких-то элементов для складирования путевых структур, элементов путевой структуры, для того, чтобы из этих мелких элементов собрать то, что впоследствии превратится в непосредственно сплошной рельсовый, фермино-рельсовый или рельсо-струнный путь для нашего юнибуса, юнибайка. Из того, что я услышал, разрешите уточнить, правильно ли я понял, что помимо того, что уже идет изготовление путевой структуры первой линии, то есть городской и разгонного участка высокоскоростной, вы уже сказали, что все готово или даже начато производство путевой структуры второй, то есть легкой путевой структуры. Ну, у нас изготавливается, по сути, сейчас все, включая грузовую. Это сенсация, я бы сказал. Ну, речь идет о том, что они находятся на разной стадии изготовления. Металлоконструкции, которые непосредственно как бы фермино-струнные, разгонные участки, как вы называете, они уже изготовлены в каком-то объеме, который позволяет, в частности, собрать первый пролет. Ну, для того, чтобы начать монтаж, нужно, скажем так, изготовить эти элементы в достаточно количестве, ну, чтобы не останавливать монтажные работы, они происходили непрерывно до окончания. Если брать полужесткий рейс, так называемый, это первая линия легкой городской трассы, то изготовление данных элементов по трудоемкости намного меньше, чем фермино-струнных. Их изготовить проще, быстрее, и монтаж, скорее всего, начнется именно с этой линии. Провисающая структура... Вот это действительно новость. То есть, провисающая структура на сегодняшний день, она достаточно легко тоже изготавливается, но поскольку здесь завязаны мы с импортным поставщиком, то есть, трудоемкость, опять же, доставки, растаможки, возможно, возникнут какие-то затруднения по срокам. Поэтому монтаж вот этой линии планируется уже второго очереди. Но элементы, которые нам необходимы, скажем так, для сбора всех линий на сегодняшний день, они уже в изготовлении. Как-то анкерные опоры, той же грузовой. То есть, анкерные промежуточные опоры, той же провисающей, тоже они в изготовлении. Планируется их изготовить, скажем так, в течение какого-то срока. Я не хочу называть, потому что это, скажем так, зависит от того изготовителя. Оснастка для монтажа, опять же, тех же элементов полужесткого рельса, они тоже находятся в изготовлении. Частично некоторые элементы уже на приемке. То есть, наши представители приезжают на те предприятия, которые изготавливают, проверяют качество, функциональность этих изделий, при необходимости вносят какие-то коррективы. Ну, при необходимости, повторюсь. Это происходит просто непрерывный процесс, по сути. Понятно, что чем ближе к сдаче Экотехнопарка, чем большая степень готовности технологии, тем меньше можно показывать. Тем не менее, возможно, кроме рассказа, мы сможем что-то показать нашим зрителям в ближайшее время? Какой-нибудь анонсик небольшой сделайте. То есть, приемку тоже, в принципе, на... Не знаю, то есть, наверное, можно показать на территории, имеется в виду, компании «Строить техмонтаж». Это анкерная опора. То, что изготавливается... Конечно, очень интересно. То есть, это, естественно, можно... Данная конструкция, то есть, внешний вид, во всяком случае, они в любом случае будут анонсированы и показаны, как бы это будет видно на территории Экотехнопарка. Есть вещи, которые, как бы, сам процесс монтажа, некоторые мы бы, наверное, не хотели бы показывать. Ну, тут уже это будет происходить, скажем так, по факту. То, что можно, то покажем. Спасибо большое, Юрий Алексеевич, за исчерпывающую информацию. Будем ждать возможностей снять реально приемку, о которой вы говорили. Еще какие-то элементы строительства, сборки, сварки и так далее. Пока же призываю наших зрителей подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании «Сковые» по адресу rsvdfsystems.com. Поддерживайте наш проект, и в вашей жизни будет место. Сенсациям. Строй Skyway. Спасай планету. Спасай планету.